Экономика должна быть экономной, особенно в кризис. Мысль, которая красной линией прошла через всю губернаторскую планерку. Чиновникам пора открыть глаза и начать жить в новой реальности, доносит до всех Вениамин Кондратьев. Раздутые штаты и премии к зарплатам, часто идущие в личную сверхприбыль, впустую высасывают деньги из казны. Все активно говорим, давайте оптимизироваться, давайте оптимизироваться. Давайте каждый начнет с себя. Кризис у всех, кроме как у чиновников. У чиновников кризиса нет, такое ощущение. Гарантированная зарплата, гарантированные пособия, гарантированные премии. А почему премии до сих пор даем, Игорь Петрович? Давайте забудем про премии. Не нужно жить за счет бюджетов, неважно муниципальных или краевого. Надо прекращать сегодня все. Если народ живет, да и мы можем себе позволить жить. Но если народ затягивает пояса, коллеги, и мы тем более должны их затягивать. Иначе на самом деле будет, как в поговорке, сытый будет голодного не разуметь. Затягивать свои пояса, например, уже начали в управлении делами краевой администрации. На сокращении нежизненно важных расходов. Там рассчитывают сэкономить сотни миллионов рублей. Урезаем лимиты, которые выделяются на автомобильный транспорт для руководителей органов исполненной власти, их заместителей. Меньше бензина покупаем. Расходы на телефоны, мобильные связи. В общей сложности на этот год мы планируем сократить выделение денежных средств по линии управления делами примерно на 250-300 миллионов рублей. Губернатор требует проверить и обоснованность расположения рабочих мест чиновников. Многие управления и департаменты квартируют в дорогих центральных офисах. На арендной плате там точно не сэкономишь. Только в Краснодаре в прошлом году на это потратили 272 миллиона рублей. Это при том, что есть возможность бесплатно работать в зданиях, находящихся в краевой собственности. В этом году все госимущество должно быть инвентаризировано. Активнее должна идти и программа приватизации неэффективных краевых объектов. Только не стоит устраивать охоту на ведьм, предупреждает губернатор. Может быть такая пойти лихорадка золотая, в кавычках. Когда сейчас дана команда на максимальную приватизацию и распродажу, и начнут распродавать за рубль 20. Еще подконтрольные фирмы. Такое тоже бывает у нас. Нужно подходить сбалансированно. Мы не призываем огульно выявили что-то, продайте. Вы реально рассмотрите инвестиционную привлекательность этих объектов. Может быть все-таки не продавать, а вовлечь какой-то инвестиционный проект. Для нас же тоже сегодня это очень важно. Большие дыры в краевом бюджете проделывают и неэффективные финансовые механизмы. В частности, Вениамин Кондратьев обращает внимание на устаревшие государственные программы, которые сходу все и не вспомнишь. Давайте проверку проведем всех, я подчеркиваю, всех госпрограмм на их целесообразность. Многие госпрограммы принимались три года назад. Была совсем другая экономика и совсем другая цена за баррель. Никто не говорит их отменять, но давайте приостановим. Там, где явно мы считаем, что сегодня обойдемся без них. И давайте не будем здесь там, что каждый будет департамент, министерство, свою госпрограмму защищать до посинения. Только для того, чтобы обеспечить себя работой. Кто точно должен эффективнее работать, так это межведомственные комиссии, следящие за сбором доходов в казну, расставляют акценты Кондратьев. Налога в краевом бюджете недосчитались почти на 8 миллиардов рублей. Вниз в основном тянут имущественные налоги на прибыль и на доходы физических лиц. Нужно заниматься легализацией налоговой базы по НДФЛ. Мы должны провести своеобразную перепись трудоспособного неработающего населения. Анализ показывает, что значительная часть трудоспособного населения у нас работает без оформления документов. По статистике ФОМСа это около 600 тысяч человек. А мы, помимо того, что они налоги не платят, за них еще платим с бюджета взнос на неработающее население. Что мешает? Не владите налоги, я же не против. Не может быть слюнчайства в это время, не может быть. Нам прекратить надо быть мягкой телами жестко и конкретно, но объективно. Если выполнять каждый из озвученных сегодня пунктов, сэкономить в краевом и муниципальных бюджетах, получится сотни миллионов рублей. Пустить их можно, к примеру, на выполнение социальных программ, которые даже в кризис однозначно урезать не будут. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.